Мы говорили о заповеди, которая называлась «Не укради», да? «Ло ганев» – это что, не укради? Значит, корень «ганав» – кража. И помните, мы говорили, что это есть узкое понятие, да, и широкое понятие. В широком понятии эта заповедь охватывает все трудовые соглашения, да? Экономические, трудовые, вопросы купли, продажи, а также многих вещей, потому что можно у человека украсть доброе имя, можно у человека украсть репутацию, правда? Да, украсть не только можно и присвоить себе чужую собственность, можно присвоить чужую мысль, чужие идеи, вот, можно много таких вещей, которые тоже будут относиться к понятию «Не укради». Еще мы говорили, что еврейские законы, видите, еврейский суд, да, мы скоро будем говорить, встать в суд идет на Рошашана, да, да, здравствует еврейский суд, самый справедливый какой, да, и милостивый суд в мире. И я хочу еще немножко дополнить. Евреи всегда ругали, что они живут по закону, и всегда вот брали такие вот крайности, типа, зуб за зуб, око за око, да? Ну, вы знаете, что есть закон и есть милость, правда? И когда говорил Ишуа, милости хочу, а не жертвы, он говорил что-то новое. Нет, понимаете? Все абсолютно заповеди, о которых говорил Ишуа, это что? Это есть расширение заповеди Танаха, да? Расширение, углубление и больше в отношении к этике. И если Ишуа говорил, там, заповедь новую даю вам, это единственный раз, сказал, да, любите друг друга, как я возлюбил вас. Но, когда мы посмотрим Иоанна, он говорит об этой же самой, но, говорит, впрочем, эта заповедь не новая. Она была дана вам как? С самого начала, из начала. То есть все этические требования, иудаизм и все этические требования христианства, они идут из одного источника, да, из Танаха. И если кто-то говорит, что есть заповеди нового завета, которые отличаются от заповедей ветхого завета, да, не верьте им. Если бы Бог нового завета, это был другой Бог, это другое дело, да? Скажите, Ишуа, это есть тот самый Бог, который был, есть и будет. Поэтому, видите, основания закона Моисея, они абсолютно действенны и сейчас. Но когда говорится о завете, здесь говорится не о основаниях закона, а о основаниях чего? Завета. А основания завета, мы имеем лучшие основания завета, правда? Завет крови Ишуа. Поэтому у евреев тоже возлюби врага своего, да? Помните, мы говорили, есть заповедь, которая не прямо говорит, возлюби врага своего, но что говорит? Помоги своему врагу, да? Помните, разгрузите вместе, сделайте работу. Здесь не только о Ишуке говорится, да? То есть, если ты видишь своего врага в трудном положении, то что надо? Помочь ему, да? Это, говорится, в Новом Завете, это есть только опять-таки толкование этой же заповеди, разгрузи Ишака, да, брата своего, то есть, врага своего, врага своего, да? Да, корми врага, да? Да, поигрыга. И говорит, тогда угли ему соберешь, да. Вот. Как один, значит, пастор, к нему приходит женщина, говорит, вот такие, такие, у меня проблемы, все, муж мне не слушается, то и все, говорит, а это ты пробовала, а это ты пробовала, пробовала, это ты пробовала, вот думает, а горячие угли ему на голову не пробовала, вот помните, не пробовала, вот сковородка горячих била, правда? То есть, все это заповеди этические. И вот, сейчас такое положение, называется, лифним мишурат гадин, лифним мишурат гадин, то есть, расширение, лифане, перед, да, лифним мишурат гадин, лиф, это, лифним, ми, шурат, а, это определенный артикль, дин, суд, да, что же это означает? Что же это означает? И есть такое понятие, лифним мишурат гадин, что в переводе означает выход за пределы буквы закона. Итак, что это? Записывайте, да, лифним мишурат гадин, в переводе означает выход за пределы буквы закона. Что это означает? Тора, кажется, призывает к строгому соблюдению всех включенных в нее законов, да, и дает определенный эталон поведения. Но если мы будем жить только по Торе, да, вот по буквы Торы, как, не дай Бог, да, не дай Бог там, очень, очень тяжело. Поэтому в иврите, наряду с законодательной системой, есть понятие права справедливости. То есть цель ее заключается в том, чтобы предотвращать незаслуженные наказания. Итак, есть такое правило, да, называется право справедливости. Право справедливости, да. Цель этой системы состоит в том, чтобы предотвращать незаслуженные наказания в результате чересчур узкого или слишком строгого применения норм традиционного правосудия. Итак, существует система, которая называется право справедливости. Это означает, да, предотвращать незаслуженные наказания, которые могли бы быть, да, в результате узкого или слишком строгого применения норм традиционного правосудия. Ну вот, например, недельная глава Мишпатим, да, Мишпат, Мишпат. Это что? Закон, Мишпатим законный. Перед этой была глава Итро. Там говорилось о зарождении еврейской правовой системы и необходимости разъяснять уставы и наставления Торы, указывать пути, по которым нужно следовать и давать примеры поведения, которым необходимо придерживаться. Видите, как бы в основании еврейских законов и еврейских правил состоял нееврей, тесть Моисея, да? Моисей как судил? Моисей не имел закона определенных, по которым он был судителем. Вот он просто сидел с утра до вечера. И, как у нас бывает перед пасторами, выстраивалась огромная очередь, да? Ну, представьте себе, 600 тысяч – это только мужчин, несколько миллионов евреев. Вы знаете, как евреи дружно живут, когда они все собираются вместе? Это когда евреев бьют, да? Так иногда они дружно становятся. А если все евреи собираются в один кагал, да, и Миша Рабинович одно, а Сара против Леи, а Лея против кого-то еще там, да? И начинаются все эти склоки. Бедный мальчик с утра до вечера. Говорит, ты так и утомляешь и людей своих, да? И всех, и сам вообще долго не протянешь. И тогда, я тебе сейчас посоветовал, ты им разъясни законы, да? Собери старейшин. Эти старейшины на основании законов будут судить, да? Если что-то непонятно или что-то такое, тогда они будут обращаться к тебе. Ну, и тогда, вы помните, были разделены, да? До тысячники, десятитысячники, да? А маленькие даже до десятки. То есть, вот эти люди, уже выученные законы, решали вопросы. Но можно решать вопросы по-разному, да? Можно решать вопросы очень строго. Ну, например, как сейчас вот в церквях. Вот если женщина развелась, да, замуж нельзя выходить, да? Вот. А если женщина не может развестись, а муж на ней издевается, а нужно разводить или нет? Помните, я говорил, Бог не предусматривал развод, когда создавал Адама и Евы, так же, как Он не предусматривал, что там у Адама будет пять или шесть жен. Согласны? Или вот такая ситуация. А эта ситуация, кстати, была в начальной церкви. И сейчас вот в Израиле было, когда приехали из мусульманских стран, в Израиль много евреев. В мусульманских странах нам многоженство, да? А сейчас вот опять-таки такая же ситуация, когда мусульмане, а мусульмане сейчас очень многие, принимают христианство. Причем есть даже спонтанные такие мусульмане, которые становятся христианами не благодаря усилиям миссионеров, а благодаря тому, что им открывает это Бог. И они продолжают те же самые молитвы, да, осуществлять, но они веруют в Ишуа. То есть одеваются, так же самые традиции у них, те же самые. И вот у них много жен. Что же с лишними женами делать, например? Да? Ну, от один миссионер был у одного африканского царька, он его евангелизировал, но проблема у этого царька здесь есть жён была. Он говорит, всё хорошо. Ну, когда знаешь, ты не можешь быть хорошим христианином. Почему? Хорошим христианином может быть только одна жена. Да? На следующий день он приходит к миссионеру и говорит, я теперь хороший христианин, у меня только одна жена. А что же ты с другими делал? Секир башкала. Я говорю, что многожелство это произошло, видите, не как божий замысел, да, а как результат защиты женщины. Потому что женщин было больше общества, которое вело постоянные войны, правда? А женщина без мужа, она не могла существовать, да? Поэтому было многожелство. После 10 века нашей эры у евреев только одна жена. И это правильно. Но вот приезжают евреи и мусульмане. Что с ними делать? Разводиться или что? Но у него 5 жен, вот он приехал, да? Значит, пусть у него 5 жен будет. Да? Пусть он их кормит, содержит и так далее. Но новых уже жен, конечно, он брать не может, да? Вот поэтому вот это правило в церкви, например. Видите, какое-то странное правило. Что мужчина должен быть лидер церкви, да? Муж одной жены. А если он муж трех жен? Или что-то мы не так понимаем. И вот некоторые говорят, он не должен, если... Если вот он пастор и так далее, и у него там получилось, что он развелся там, или он не может жениться никогда, или он, значит, у него до веса, он не может жениться, потому что он должен быть муж одной жены. А это так говорится как раз о тех самых людях, которые имели много жен, да? То есть он может, будучи в церкви, иметь много жен. Сейчас такая вот проблема возникает и у мусульман, которые становятся христианами, да? Но он не может быть лидером церкви. Потому что человек, имеющий много жен, он все-таки не соблюдает завет в такой мере, да, как от этого требуется. Чтобы вы понимали, но это что? Это есть оказание милости. Вот. Так же самое и другие законы. Или некоторые, вот ты разведен, и ты не имеешь права жениться. Ну, а тем более, если развод произошел мне, будучи, когда оба члены церкви и так далее, Павел говорит, что в таком случае что, женщина? Свободно, да? И во всяких спорных случаях есть такое понимание связывания и развязывания. Так? Что такое связывание? Да? Вот. Связывать какой корень? Кошер. Кошер, да? Кошерное это не... Запомните. И на тесте это будет, может быть. Не на этом, так на другом. Это не означает чистое, это не означает освещенное, и не означает ничего другого, а только как связанное с выполнением определенных правил, да? Связанное с выполнением определенных правил. Поэтому, может быть, кошерная не только еда, может быть, кошерным человек, кошерная одежда, кошерное жилище и так далее, да? И опять-таки, здесь не говорится не о физической, не о ритуальной чистоте, или не чистоте, а здесь говорится о пригодности, да? И связанности законно. Значит, связывать, как будет? Кошер. А разрывать, как будет? Треф. Треф. Слышали? Трефное, да? Откуда происходит это слово треф? Треф, это слово треф встречается в первые тори, когда говорится, что о разорванном животном, да? Если животное было разорвано хищником, то его не употребляли в пищу, да? Вот поэтому евреи не употребляют слово хлебопреломление, потому что ломать, да, разрывать означает треф. Да, а говорят, что трапеза Господня. Арухат Ашем. И евреи не рвут хлеб, не рвут халы, да? С одной стороны, вроде надо прихломить, а с другой стороны, если преломить, будет трефное. Поэтому есть специальный ножичек для надрезания хал. Хал надрезают, а потом уже ломают на части. Я еще раз говорю, вы понимаете, когда евреи, понимали, преломил хлеб, да? Это уже на греческом писался Новый Завет. Но евреи прекрасно знали, как это сделал Ишива. А он это делал точно так же, как это делают традиционные евреи, да? И то, что он делал на Седоре, он не делал ничего особо другого. Некоторые думают, тайная вечеря, потому что они тайно прятались от евреев и делали что-то такое, что нельзя. Они делали то же самое, что евреи. Только каждое это действие Ишива сопровождал определенным, да, духовным наставлением. И это стало приобретать новый духовный смысл. Но делал он точно так же. И если там взял хлеб, да, преломил и что, благословил. Как же он благословил? Он хлеб благословил? Он благословил Господа, да? И мы знаем точно, как он благословил. А потом он уже давал духовное понимание этим, что он делал. Поэтому слово преломил. В данном случае это имеется в виду то, что делали евреи, да? Но я вам говорю сейчас о именно еврейских правилах, да? И некоторые думают, что связывание, свяжется на земле, будет связано на небе. Понимаете, дьявола не надо ни связывать, ни развязывать, ни завязывать, и не надо там дьявола пугать и так далее. И он, то, что уже с ним сделал, еще, то он сделал. Понимаете? Здесь говорится совсем о другом правиле. Здесь мы говорим о паре галахи. Помните, что мы говорим? Галаха – это путь, по которому мы идем. И каждая община устанавливает определенные правила. Так, как решили, это общили. И что? Решили. И это будет связано на небе. Если это правило решили сделать по-другому, то что? Это опять будет то же самое на небе. Как будете вы решать? Поэтому общине и лидерам общины даны очень большие права. Есть определенные правила, которые идут на все правила жизни, да? А есть определенные правила, которые связаны с культурой. Ну, вот те же платочки и так далее. Омовение ног – это связано с определенной культурой. Вы сами понимаете. Что чухчим немножко труднее делать обмывение ног, чем это делали в Израиле, да? Согласны? Приятно холодной водички ноги ополоснуть, если кругом 50 градусов, да. И так далее, да. Ну, вот опять-таки ислам. Нигде не написано, нигде Мухаммед. Вы Коран изучали? Нет. Ну, почитайте. Не как духовную книгу, а как еврейский миндраж. Там есть интересные вещи. Да, там 80% еврейский миндраж. И вообще, зам Мухаммед был евреем. Кошерным причем, мама его еврейка была. Так вот, там то же самое сказано, что в Первом Коринфе, ну, почти теми же словами, что женщина должна быть одета прилично и не должна выставлять украшения, да, и должна быть покрыта. Ну, то же самое говорит Павел, да? То же самое говорит Мухаммед. А эта чадра, паранча, это что? Это ограда. Чтобы она вообще ничего не могла показать, да? Вот, вы понимаете. Но это не есть закон. Некоторые, кстати, исламских странах не носят чадру, правда? То есть, вот и есть шииты, сунниты, шииты, они очень строгие толкователи законов, да? Или, вот, например, у евреев была школа Гелеля и школа Шамая. И вы должны четко знать, что кто более строгий? Шамая. Шамая более строго толковал закон. Поэтому есть закон, есть ограды. Вот. И в то же время нельзя придерживаться буквы закона. Если мы будем придерживаться буквы закона, а не милости, то наша жизнь станет невыносимой. Правда? Вот поэтому, как этот принцип называется, да? Лиф ним мишурат гадим. Выход за пределы буквы закона. Что это означает? Что наряду с правом закона, да, это то, что у вас должно быть записано, я еще раз повторяю, существует справа справедливости. Цель этого, чтобы предотвратить незаслуженное наказание, да, или узкое толкование слишком строгого применения традиционного правосудия. И мы говорили, что Итро помог Моисею, да, установить вот такие правила, правила закона. И, значит, нужно обладать какой-то определенной праведности, правда? Чтобы судить праведно. И это имеет социальное и юридическое значение. Помните, я вам рассказывал, какие требования, да, для судей, судящих. Должны быть. Очень большие требования. То есть, тот, который судит, он тоже, чтобы судить духовно, он каким должен быть человеком? Духовным. И судья, ну, в данном случае я могу сказать, равен, допустим, или лидер, который занимается этим, ни в коем случае, да, он не должен быть жестоким, да, он не должен быть неевнухом, он не должен быть, допустим, неженатым, потому что ему трудно понять людей. Вот. Он не должен быть слишком бедным, он не должен быть слишком богатым, правда? Он должен иметь мудрость. И нельзя судить человека, не поставив себя на его место. Иначе будешь судить, как? По букве закона. А это хорошо или плохо? Это очень плохо. В Талмуде рассказывается такая история. Однажды, один человек нанял для транспортировки бочек подъемных работников. Они плохо справились с порученным делом, и несколько бочек выскользнуло из рук и разбилось. Разгневанный этой нерадивостью, хозяин бочек решил заставить работников возместить нанесенный им ущерб. И в качестве залога отобрал у них куртки и плащи. Помните, такая практика существовала, да? Работники, возмущенные насильственным изъятием их личных вещей, чтобы уладить возникший конфликт, вместе с работодателем отправились в городской Бет-Дин, равеннистический суд. Судья приказал работодателю вернуть присвоенные им вещи. «Этого требует закон?» спросил судья работодатель. «Да, этого требует закон», ответил им судья. В одышленные победы работники обратились к судье с просьбой заставить работодателя заплатить причитающуюся им сумму, которую они должны были получить за свою работу. То есть, они не только не выполнили дневную норму, но и что сделали? Нанесли ущерб хозяину, да? Разбили там несколько бочек с вином. Можете себе представить, что этот ущерб, наверное, раз в десять был больше того, чем они должны были получить. И судья нашел их требования вполне законными и велел нанимателю расплатиться с рабочими. Несмотря на то, что они работу свою не выполнили, да? Ну что? Еще нанесли в десять раз больше ущерб хозяину. «И этого тоже требует закон?» возмутился наниматель. В ответ судья повторил свой приговор и спокойно добавил. Да, и это требует закон. Закон лиф ним мишурат один. То есть, обязывающий делать то, что правильно с моральной и этической точки зрения. Даже если формально не является обязательным. Не от хорошей жизни люди нанимаются на паденную работу. Так сказано в Талмуде, анализируя эту историю. Наниматель был богатым человеком и от оплошности бедных людей, которые хотели заработать себя на хлеб пострадал лишь в минимальной степени. Для них же, наемных рабочих, вычеты за ущерб явились бы сущие катастрофы. Вот если кто-то вас разобьет эту камеру за 15 тысяч долларов, администрация имеет право с вас высчитать. Да? Помните, говорили вам об этом? На первом уроке, да. Но если применить закон лишний мишурат один, то лучше вас что следует простить. Вы сможете возместить ущерб либо позже, либо, ну как у вас уже совесть ваша позволит. Правда? Поэтому в данном случае это нанесение, в смысле компенсации ущерба для работников была бы сущей катастрофой. И в данном случае был применен принцип, допускающий выход за рамки закона. Эта концепция в таких ситуациях сама становится законом. А вот как рассматривал концепцию Лифним Мишурат-гадин Рам-бан-н. А Рабби Маше бен Нахман. Помните? Рабби Маше бен Маимун был. И Рабби Маше бен Нахман. Но они не встречались, но в принципе встретиться могли бы. Один жил чуть раньше, другой жил чуть позже. Их школы тоже сильно отличались друг от друга. И так даже, что ученики одной школы собрали сочинения всех учеников и основателей другой школы и сожгли на площади в Тулузе, по-моему. Или в Тулузе, или в Полярболе, точно не помню. И настолько это понравилось неевреям, что они тоже начали сжигать талмуды и всякие еврейские книги. Так что первая практика сожжения еврейских книг получилась от самих евреев. И Рамбам Маимун, да? Вот они оба жили в Испании, потом переехали в Израиль. Рамбам раньше, этот Нахманит позже. И получилось так, что Рамбам, он какой? Он реалист. Запомните, Рамбам Маимун, да? Реалист. А Рамбан мистик, да? И вот из школы Рамбана переселились они на север Израиля в городе Цфат, да? И там вот каббалисты все, Рамбан тоже и каббалой увлекался. Вот этот Рамбан Нахман Нахманит значит, жил тоже в Испании и Эрис-Исраиль в конце 12-го, начале 13-го века. Он так говорил. Чтобы охранить себя от ошибок, пишет он, человеку следует воздерживаться от поступков, которых по закону, казалось бы, нет ничего предосудительного, но которые не вызывают чувства благоговения или, может быть, как-то восприняты другими людьми. То есть, не соблазнять других людей, да? Значит, человеку следует воздерживаться от поступков, которые, казалось бы, по закону разрешены, да? Но в действительности они могут послужить соблазмом других людям. Так же и Павел пишет. Да, для меня, говорит, идоложертвенное, что? Да, ничто. Все равно. Что идоложертвенное, что неидоложертвенное, если я не верю в этих идолов или если я их не признаю, то оно для меня ничто. Но если мне скажут, что это идоложертвенное, то лучше я пусть не буду есть мясо вовек, да? Но чтобы люди не приткнули, которые, для которых это является сомнением. То есть, если в одну сторону расширение закона, может быть, для того, чтобы милость была, да? С другой стороны, Лифним Мишурат Гадин может быть, когда человек сам себя заставляет, да, не делать то, что в принципе разрешено, но что может быть каким-то для других людей соблазном. Таким образом, у человека появляется возможность постичь более высокого смысла еврейских законов. Если он чувствует, что разрешенное Торо мешает его духовного развития, ослабляет преданность Творцу, то лучше ему от этого отказаться. То есть, концепция выхода за пределы буквы закона это соблюдение заповедей Торо и контроля над собственными поступками поведения каждого отдельного человека. А с другой стороны, взаимоотношение людей к обществу. И в этом случае, при взаимоотношении людей к обществу, надо больше что? Милость проявлять, да? А если в отношении самого себя, то что нужно? Больше строгость, да? Строгость к себе и милость к другим людям. Есть это в Новом Завете? Да? Строгость себе, милость пасши. Есть в Новом Завете? Есть. Принцип это тоже лифней мишурат гадин. То есть, есть буква закона, есть дух закона, да? И об этом тоже в послании к евреям, да? Если служение мертвым буквам было настолько прекрасным, то каково же служение живому, да? духу. То есть, вот это положение духа закона и буквы закона, оно есть и в иудаизме. И Новый Завет только расширяет это. Хорошо. Ну что, теперь давайте перейдем к следующей заповеди. Илья, вот еще немножко хочу пояснение. Кто такой рабочий и кто такой наемник? Да? Вы заметили, что в одном месте иногда употребляется слово рабочий, да? В другом месте слово наемник. А рабочий, работник называется поэль. 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 В Библии есть слово раб, алад, да? Слово поэль не употребляется. Есть только четыре поэлим, пошли обламывать роги там кому-то у Сафонии. Помните, да? Читали Сафонию? Вот там четыре работника поэлим. Больше слова поэль в Библии, в Танахе не употребляется, да? Там есть выражение ават, раб. Но вы знаете, что авада, работа, ават, раб, овет, работник, да? Так же, как и в русском языке, это однокоренные слова, да? Работа, раб, работник. Поняли меня, да? То есть, если говорится о рабе, то это имеется в виду и слово как работник, да? Может быть, да, может быть. Но вот я имею в виду поэлим в смысле отношений, да, трудовых, трудовых отношений. Итак, но в Танахе есть слово Сахир. Сахир, да, есть поэль, есть Сахир, есть авад, раб, поэль и Сахир. Какая разница? Авад, раб, овет, рабочий, да, еще по слову рабочий поэль, а есть Сахир. Сахир. Видите? Сахар это зарплата. И если я прихожу, и мне Валентин Крованович говорит, ешь Сахар. Я очень радуюсь, да, есть зарплата. Ишь Сахар так назвали одного из сыновей Якова, да? Вот. А Сахар еще сладость, наверное, зарплата, я шучу, что? Сахаром давали. Такой интересный еврит. Зарплату давали Сахаром. Хорошо. Итак, Сахир наемный работник, то есть человек плату получает за твой труд в соответствии с временем которого он работает. Значит, поэль нанимался на один рабочий день, да, и это были беднейшие из сынов Израиля и из пришедцев. Поэтому, где говорится, не обделяй наемного работника, бедного, обездоленного, из братья твоих или из пришедцев твоих, которые в земле твои, во вратах твоих. В тот же день дай ему плату, чтобы не зашло солнце, прежде того, ибо он беден, и к ней стремится душа его. То есть, вот так же, как в древности сейчас, если в Израиле, или в Латинской Америке, или в других странах люди выходят на площадь, садятся и ждут. Они не знают, будет у него сегодня работа или не будет. Там кому-то надо собирать помидоры. Вот подъезжает на грузовике, говорит, 20 человек ко мне, да? 20 человек садятся, остальные сидят. И так он может просидеть весь день, да? И не дождаться. А если он получает зарплату, ему не говорят, что ты будешь месяц работать на этих помидорах. Сегодня он может помидоры убирать, завтра будет убирать картошку, третий день там может его что-то другое заставят делать в порту, работать, да? Кстати, знаете, как слово жлоб произошло? Кто такие жлобы были? Жлобы были грузчики Одесского порта. Когда Одесский порт строили, там было много англичан, прорабов. И они говорили, джоб, 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 работай. Да, здесь бог, работай, здесь жоп. Вот отсюда пошли жлобы. Жлобы это грузчики, это тоже поденные такие рабочие. Вот, для Одессы это уже почти литературное слово. да. И вот, значит, не обделяй такого работника, дай ему плату, чтобы не зашло солнце, ибо он беден, и к ней стремится его душа. Еще добавили последствия, а всякий задерживая плату наемного рабочего, словно отбирает у него жизнь. То есть, надевали его, нанимали его на один день, а не нанимали на неделю, на месяц, на год. И были, которые нанимались на какое-то определенное время, самым продолжительным сроком найма было три года, а раб нанимался на сколько получается? На шесть лет. И мы видим, что рабство, это тоже фактически было наемное рабство. По окончании шести лет, что должен был сделать хозяин? Выплатить, да, потому что раб, оказывается, делал намного больше, чем он проедал. И было выгодно хозяину. Хорошо. И, значит, левит, не обирай ближнего твоего, и не хищничай, и не задерживай, у себя на ночь заработка наемного рабочего до утра. Видите? Не обирай ближнего своего, левит, значит, девятнадцатая, глава, тринадцатый стих. Я, посмотрите, какое слово русское, да, а в иврите употреблено и не хищничай. Хищник, как будет? Хаш. Помните? Мегер шалал, хаш, баш. А слово хаш, произнесло хищник, слово русское, да? И что? Хижак. Есть такое украинское? Да, хижак. Хищник. Хаш. Хаш. Тот, кто отбирает, отрывает, выхватывает, да? Вот. И в Толмуде водится различие между наемным работником, получающим плату за труд в зависимости от положительности работы и подрядчиком, ремесленником, получающим заранее оговоренное вознаграждение за выполненную им работу. То есть, есть еще два вида оплаты, когда человек нанимается на неделю, на месяц, на год, да, максимум на три года. Почему? Потому что, если свыше трех лет, то можно потом пересматривать правила, да? Если ты заключил договор, а вдруг тебе потом более выгодно будет делать. Поэтому не больше трех лет согласно иудаизму. И есть рабочий, который, допустим, ты должен отрабатывать по шесть, там, по восемь часов каждый день, да? А есть такая работа, ты должен сделать эту работу, отремонтировать эту машину. Отремонтируешь ты ее за десять минут, или ты будешь месяц с ней возиться, да? Ты получишь одну и ту же зарплату. Вот. А также, значит, в случае, когда работа совершается во владении нанимателя, его орудиями и под присмотром. Или человек выполняет своими орудиями свою обычную работу и без присмотра. Как, к какому человеку тяжелее работать? Конечно, под присмотром. Правда? Под присмотром. Тяжелее. Хорошо. Если наниматель нанял рабочего за день, а тот выполнил дневную норму за полдня, то если у нанимателя есть другая такая же или более легкая работа, он может обязать работника выполнить ее до конца. Но если рабочему нечего делать, то наниматель должен расплатиться с ним, как? за весь день, да? То есть, если, понятно, работник нанимается и он выполняет работу, получает за нее зарплату, да, сколько он там сделал, за день, за два, все, за час он ее сделал, получил. А есть случаи, когда он нанимается на определенное время, да? и вот он эту работу свою сделал, то что может сделать хозяин? Дать ему другую, да? Но не более тяжелую работу, чтобы до этого времени. А если у хозяина нету другой работы, то он должен как расплатиться? Как за весь день, даже если работник работал 10 минут, да? Поэтому, когда мы комментируем вот это, что хозяин расплачивался одними за час, а с другими за целый день, да? Одинаково. Мы можем еще понимать это из такой точки зрения. Что сейчас перерыв у нас будет, да? Хорошо. Итак, следующая, да, у нас заповедь. Хорошо, пять минут у нас осталось. Так, какая у нас девятая заповедь? Суббота у нас четвертая заповедь. Мы уже не произносим ложного свидетельства. И это, видите, в широком смысле какая заповедь? Не лги, да? Не лги, не обманывай. И также не злословь в широком смысле. И после перерыва, да, мы об этом поговорим. Видите, мы идем так очень-очень-очень медленно, да? Потому что каждая из десяти заповедей, она для нас очень важна, правда? И это заповеди, которые действительно и для евреев, да? Я не считаю, что есть какая-нибудь хотя бы одна заповедь, она не является недействительной для неевреев. мы уже говорили о важности субботы, правда? Я еще раз говорю, то, что сделали в историческом плане, это уже то, что произошло в истории. Но настоящий антисемитизм в церкви пройдет, когда не будет различий именно в четвертой тоже заповеди, потому что, ну, действительно, смотрите, да, суббота никогда не будет отменена в Танахе нигде, этого нету и ни в Новом Завете, да? А просто это вопрос антисемитизма был. Поэтому мы празднуем субботу как субботу, да? Ну, мы празднуем воскресенье, да? И этот праздник введен кем? Людьми, да? Но праздники, введенные людьми, они настолько же важны, как и праздники, которые указаны в Тору. Ну, например, смотрите, что-нибудь говорит о Хануке. Да. Кем Хануке было установлено? Богом? Нет. Ну, и что, праздновал этот праздник? Да? Вы понимаете? Пурим в Торе нету нигде, что он установлен Богом. Нет. Но это праздник восстановления, да, и для нас, и для всех детей, и тех, кто присоединяется, да? Вот. То есть, настолько же важно. Настолько же важно. И даже сроки праздников. Есть очень много разных календарей, и по-разному выпадает Пасха, Песах, тоже, понимаете, да? Вот. Так, как принято в данном обществе. Какова в данном обществе холоха? То есть, Бог дает нам очень много возможностей для того, чтобы проявлять себя, да, и вольно толковать некоторые заповеди, но есть вопросы более строго понимания заповедей. Я еще раз говорю, не говорите там, где, допустим, ограда, что это точно Божья заповедь, понимаете? В таком случае вы нарушаете Тору. Вот. Есть заповедь, есть ограда, и есть постановление галаха для данной группы, и это все одинаково важно для человека. Правда? Да. Ну, хорошо. Отдыхаем. Субтитры создавал DimaTorzok